приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня мы поговорим о древнем континенте который упоминается в некоторых текстах и свитках прошлых цивилизаций атлантида как известно имеет греческие корни и было описано в произведениях платона под названием тимеи и критии также есть и другие гипотетические затонувшие континенты и города например гиперборея которая находилась на северном полюсе terra australis меропис и лемурия в 1890 году тамильские исследователи древних наук вывели теорию о возможности существования континента под названием лемурия который предположительно находился в индийском океане и возможно соединил индию с австралией и мадагаскаром кстати говоря это объясняло бы существование обширной флоры и фауны во всех этих трех регионах которая очень похожа есть древнесанскритские описания в которых описывается континент лемурия который был затоплен это была земля пандиянов есть множество санскритских текстов которые подлежат расшифровки один из таких текстов ираунар акапарул он приписывается автору никарару который предположительно написал это произведение первом веке в первом тысячелетии нашей эры в нем описывается гибель земель царства пандиан в результате некого бедствия или цунами которая была связана с водой он также говорит о том что было потеряно множество городов культурного наследия в первых двух сангхамах из-за затопления земель сангхамы это сборники ученых и поэтов писателей которые базировались в городах тамильской династии это что-то вроде древних университетов первый сангхам был составлен из 549 поэтов тем натурале ему покровительствовали разные боги такие как шива муруган и кубера этот сангхам процветал в течение 4400 лет был и второй сангхам который процветал на протяжении 3700 лет в городе капа-пурами и в нем состояли 59 поэтов в древних текстах говорится что все эти сангхамы были захвачены океаном и поэтому они были потеряны навсегда для последующих поколений в них были собраны знания о нашей планете и также были загадочные артефакты которые обладали сверхъестественные силами в санскритском тексте сила по тикарам который датируется 15 веком говорится что эти сангхамы были определенных размеров и единиц которые современное время уже неизвестны потерянные земли лежали между рекой пахрули и рекой кумари они составляли 700 квотам это была некая единица измерения там же существовало 49 раздельных территорий которые классифицировались по семи категориям первая из них это земли карликовых пальм 2 7 земель манго 3 7 перечисленных песчаных земель 4 7 задних песчаных земель 5 7 прибрежных земель 6 7 холмистых земель 7 7 кокосовых земель все эти земли погибли от океанов и назывались пандяны от себя хочу добавить зачастую в древних текстах на санскритском языке возможно может говориться и не о земле как таковой которая находится у нас здесь на наших континентах потому что многие индийские веды написанные на санскрите говорят о землях которые находятся далеко от нас возможно за краем земли это не наши континенты которые связаны с индии опять же повторюсь что вот эти тексты которые сейчас находятся в индии они просто там находятся физически то есть в каких-то хранилищах в каких-то музеях это не история индии как таковой индийских ведах говорится о том что шли войны например битва при курок шетре которая происходила не в наших землях о исходе людей из-за края земли которые обосновались только на наших пяти континентах и которые только в индийской культуре там остались какие-то остатки письменности и не более того индуистская мифология рассказывает о сохранении многих тамильских святынь таких как храмы кончапурама и коньякумари в результате катастрофических разрушений легенды о храмах под водой такие как легенда о семи пагодах махабали пурама основаны на этих рассказах есть такое сочинение как бхагавата пурана оно датируется тысячным годом нашей эры она рассказывает историю маны сатьевраты владыки даравиды о том как он пережил потоп и построил лодку по указаниям свыше это некая аналогия нашего ноя и его ковчега он был выведен в безопасное место после того как господь вишну принял форму огромные рыбы которая и тащила за собой эту лодку через огромные пространства воды этот ман упоминается также в матья пуране которая датируется 250 годом нашей эры опять же если обратиться к истории о ману сатьевраты то есть здесь даже временной провежуток может быть не нашего потопа а потопа который был прошлую эпоху наша эпоха началась совершенно недавно 3000 лет назад она называется калиюга около 3000 лет назад санскритские тексты зачастую говорят о том что главные герои этих рассказов могли жить даже не в прошлую эпоху позапрошлую эпоху рассказ например о раме который позапрошлую эпоху жил миллионы лет назад исходя из индийских вет рассказы этих людях могут не принадлежать к тысячам каким-то лет нашей эры или до нашей эры а намного намного раньше термин кумари кандам был впервые использован в 1350 году скандя пуране которую написал кайчапа сивачьяра она происходит от санскритского слова кумари как кандо о кумари кандами его легендах и рассказах которая была потеряна когда он затонул было написано много историй слово кумари как кандо может относиться к нашему отделу из пяти континентов то есть сударшна двипе о которой я говорил в прошлых видео сударшна двипа остров колеса который является нашей землей из пяти континентов окруженной стеной льдов антарктики это одно из названий нашего отдела земли кумари как кандо в индийских ведах кстати говоря потому что в индийских ведах описывается что наша область земли находится на острове джамбу двипа в отделе земли под названием пхарата варша и в этой пхарата варша находится девять канд или островов одна из них это наша сударшна двипа или кумари как кандо ее называют поэтому в санскритских текстах это общее название нашей земли многие современные ученые пытаются понять где это кумари как кандо находится в наших континентах и описывают ее как бы якобы находящиеся возле индийского полуострова и где-нибудь рядом но на самом деле кумари как кандо это и есть наши пять континентов опоясанные ледяной стеной это информация из индийских вед и скорее всего вот ищут эту лимурию на самом деле это возможно какие-то континенты которые затонули там миллионы лет назад за краем земли вот в чем дело санскритские тексты могут об этом рассказывать многие теоретики утверждают что такой огромный кусок суши никогда не мог утонуть в индийском океане особенно не оставить следов поскольку океан слишком мелок для этого вот о чем я и говорю санскритскими текстами к ним нужно подходить особым образом понимая что наша земля очень огромная и вот эти вот события которые описывались в санскритских текстах это часть культуры которая была еще до потопа когда было знание о плоской земле огромном участке суши на котором мы живем собственно говоря они в современное время когда люди заряжены теорией шарообразной земли они думают что мы живем на шаре на небольшой планетке которая вертится в океаническом космосе на самом деле как я уже говорил в ведах то и описывается что земля очень огромная 6 миллиардов километров диаметре и вот эти вот остатки этой санскритской литературы просто осели в индии и современные люди уже пытаются как-то их привязать там к индийскому океану и индийскому полуострову с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мое видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих видео